Генеральный партнер программы «Середина земли» – сеть удобных магазинов «Титан». Специальное предложение для инвалидов по транспортной перевозке начинает свою работу в Иркутской области. Подробности расскажем в середине земли. Главное – дать уверенность другому слепому. Это основной принцип комплекса мультимобильность. Все подробности смотрите в программе «Середина земли». В Ламбатере стартовал форум глав городов стран Северо-Восточной Азии. Подробности в середине земли. Международный информационный выпуск «Середина земли». Мы приветствуем зрителей в столице Бурятии. Начинаем программу с новостей при Ангаре. В ближайшие минуты с вами корреспондент из Иркутской области и я, Александра Кошерникова. В столице при Ангаре открылся 10-й юбилейный международный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. За неделю свои спектакли иркутской публике покажут 15 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Петропавловска, Камчатского, Южно-Сахалинска, Мирного, Черемхова, Братска, также Белоруссии, Южной Кореи и Монголии. В день открытия играли старшего сына в постановке Санкт-Петербургского государственного театра «Мастерская». Этот спектакль был достоин национальной театральной премии «Золотая маска». В программе фестиваля творческая встреча с поэтом, прозаиком, руководителем театра народной драмы при Свято-Троицкой Александра Невской лавре Андреем Грунтовским. Он по структуре, это вот церковный театр. Ну, в общем, мы таких каких-то вот миссионерских спектаклей не играем. Играем русскую классику, не только русскую. Половина примерно спектаклей – это мои же пьесы, написанные в основном о России, о русских людях. Как-то так стихийно сложился жанр, который я определил как жизнеописание. В программе вампиловского фестиваля также презентация двух книг. Поэта Андрея Румянцева «Вампилов» из серии «Жизнь замечательных людей» и театрального критика и журналиста Светланы Жартун с именем Александра Вампилова. В Иркутске начинают работать социальные такси для маломобильных групп населения, в том числе для инвалидов-колясочников. Стоимость услуги определится по результатам первых двух недель. В течение всего этого времени спецтранспорт будет ходить в тестовом режиме и вызвать его можно будет бесплатно. Подробности далее. Виктор Пушкин опробует микроавтобус, предназначенный для маломобильных людей. В салоне все оборудовано с расчетом на то, что этим транспортом будут пользоваться пассажиры на инвалидных колясках. Прежде всего вот этот пандус. Он управляется с помощью автоподъемника. Делает это водитель нажатием на кнопку, после чего пандус сам выдвигается и поднимает пассажира в салон. Помощь посторонних людей не требуется. Мне, например, как инвалиду-колясочнику, я сейчас пользуюсь общественным транспортом. И мне уже, честно, тяжело просить, уговаривать, чтобы меня подняли в трамвай. А вот это социальное такси, оно сразу решает те трудности, проблемы, с которыми я сталкиваюсь. Микроавтобус не является общественным транспортом. Это единица из автопарка, социальной службы такси, обслуживающей людей с ограниченными возможностями. Пока автопарк небольшой, два автомобиля. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поясняет, средства на их приобретение получены в результате частного государственного партнерства. И это сотрудничество предполагается продолжить. Мы будем пытаться обустраивать и форматировать автобусы большой вместимости вот такими же подъемниками. То есть, все это в планах, и мы, безусловно, будем этим заниматься. Самое главное, люди должны понимать, что люди с ограниченными возможностями должны понимать, что мы помним о них, мы работаем с ними, эти вопросы у нас на контроле. И пусть не так быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, мы занимаемся решением этих вопросов. Чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить по номеру горячей линии. Автобус подъедет прямо к дому. Сколько будет стоить проезд, пока не решено. Цена одной поездки будет рассчитана по результатам двухнедельной работы в тестовом режиме. В течение всего этого времени такси можно будет вызвать бесплатно. Спецавтобус выйдет на линию 24 сентября. Евгения Власюк, Мария Кирилова, Александр Мокин. Новости. Сейчас. Лучники из Забайкальского края, выступавшие в составе сборных команд России на предолимпийских тестовых соревнованиях в Рио-де-Жанейро, остались без призовых мест. Женская сборная выбыла из полуфинала. Мужская проиграла в одной восьмой. С подробностями сейчас на связи коллега из Забайкальи Марина Кузнецова. Мы слушаем вас. Здравствуйте, коллега. В женской части первенства по итогам выступления действующие чемпионки мира россиянки заняли пятое место. Забайкалка Туяна Дашидоржиева, представительница Бурятии Инна Степанова и спортсменка из Свердловской области Ксения Перова дошли до четверть финала, где в перестрелке уступили будущим серебряным призером соревнований украинкам. Мужская сборная России в составе Забайкальских лучников Баликто Цингуева, Галсана Базаржапова и москвича Артема Махненко проиграла в одной восьмой финала команде Нидерландов со счетом 5-1. В индивидуальном зачете все россияне также остались без медалей. А теперь к другим темам. Сцену Забайкальской краевой филармонии охватила мистика. Для четинских зрителей Московский независимый театр представил постановку знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Они устроят ли нам свое представление здесь, в этом городе? В этой постановке участвуют шесть актеров. При этом все ключевые персонажи присутствуют. Быстрые перевоплощения с одной роли на другую и переодевание – главная особенность спектакля. Актер Дмитрий Исаев играет роли и Ишуа, и мастера. Так, снижение, снижение, люди, 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 они, Маргарет, все неправильно понять. В 2011 году в краевой филармонии уже представляли спектакль «Мастер и Маргарита». Как и в прошлый раз, на сцене минимум декораций. Все компенсируется за счет музыки, световых эффектов и, конечно, игры актеров. «Я умоляю тебя, уйди из моей памяти, дай мне спопай на жизнь, дышать воздухом. Но я права душа, дьявола сложил, только устащи велики. Тьма, тьма, крещая часть средиземного фонда, накрывает на митинге прокуратуры». «Оригинальная трактовка, то есть довольно необычно, от классической концепции отошли. С одной стороны, не радует, что минимум декорациям, но с другой стороны, актеры по аксаму отдаются и играют роли сразу за несколько персонажей». «Фильм видела, книгу читала, спектакль первый раз. Интересно поставлено, интересно сделано». В этом спектакле есть несколько составов, и каждый, по словам Дмитрия Исаева, вносит что-то свое в интерпретацию знаменитого булгаковского романа. «Я играл только год, я играл пилата, теперь я что, мастера. Мне кажется, пилат сложнее, я не знаю, может быть, я не дорос просто еще чисто физически. Я играл мастера еще в двух постановках, везде это был какой-то разный опыт. Все зависит, может быть, даже от дня уже в данном случае. Сегодня день такой, мастер будет такой, завтра другой. И в контексте того, что было придумано, он все равно меняется в этих рамках, он не остается сконсервированным. Мне нравится то, что он может жить». Спектакль «Мастер и Маргарита» на сцене Краевой филармонии продолжался два с половиной часа. Время прошло мистически незаметно. Все завершилось овациями зрителей. «Спасибо, чекам!» Марина Герасимова, Сергей Рычков. Середина земли. Забайкальский край. Люди, которые смогли справиться с инвалидностью, продолжают вести активную общественную жизнь и всегда могут помочь другим незрячим. В этом основа серии специальных инклюзивных творческих мастер-классов «Мультимобильность», которые в Чите провели представители Свердловской общественной организации «Белая трость». Строя краски выливается из баночки и вслед за движением руки оставляет неповторимый рисунок. Незрячие художники не могут увидеть того, что у них в итоге получится. Впечатления от рисунков им рассказывают другие. Это не означает, что отсутствие зрения – повод отказаться от творческих занятий. В этом одна из идей мастер-классов. Каждый может по-своему толковать слово «мультимобильность». «Мультимобильность» в понимании разработчиков курса – это многостороннее развитие. Не только навыков ориентации в пространстве, но и творческий подход. В качестве наставников такие же незрячие. Продвинутые инвалиды или, как мы их называем, экстрабилити, то есть люди с особыми возможностями. Это те инвалиды, которые самостоятельно умеют передвигаться, ориентироваться. Это люди, которые имеют богатый опыт работы на обычных работах, на открытом рынке труда. И это люди, которые стараются все это делать в таком позитивном, созидательном, творческом ключе. Олег сам вспоминает один важный для себя урок. Когда лишился зрения, то более опытный наставник взялся его обучать передвигаться с тростью. Первый урок должен был прийтись на день не самой лучшей погоды. Весна – на дорогах размягшая каша и снега и глины. И вопрос – ответ на все его сомнения. Всегда будешь ждать хорошей погоды. В обычной бытовой жизни, где брать мотивацию каждый день для того, чтобы вставать и решать проблемы – это самый главный вопрос. Он стоит и перед инвалидами, и перед здоровыми людьми. Если мы отвечаем на этот вопрос, все остальные вопросы – это 3%. Антон Матушевский, Сергей Рычков. Середина земли. Забайкальский край. В рамках 800-летия мудрого хана Хубилаева Дворце культуры состоится открытие фестиваля монгольской национальной одежды. Об особенностях фестиваля расскажет наш коллега из Монголии Мунхбайяр Энхболт. Здравствуйте, коллега. Цель проведения фестиваля – ознакомить широкую аудиторию с культурой и развитием национальной одежды. Центр «Монгол Костюмс» представит более 40 исторических костюмов. Участники из Бурятии, Иркутской области, Санкт-Петербурга, Внутренней Монголии, Тывы, Якутии, Кыргызстана, Башкортостана, Туркменистана привезут на фестиваль более 60 моделей национальной одежды. На фестивале выступят народные музыкальные коллективы. Ну а теперь о самых интересных новостях столицы Монголии расскажут мои коллеги и я, Мунхбайяр Энхболт. 20 лет Титану – 20% скидка. Ищите специальные ценники. Новинка – охлажденная рыба на льду в Мега-Титане. Почистим и разделаем бесплатно. По расчетам ученых, с нынешним образом жизни населения земного шара, насчитывающего на сегодня более 7 миллиардов человек, в скором времени полностью исчерпает природные запасы и нанесет необратимый вред окружающей среде. Поэтому участники форума «Развитие зеленого города», в котором принимают участие мэры и заместители городов стран Северо-Восточной Азии, призывают акцентировать особое внимание на этом вопросе и незамедлительно приступить к реализации работ, направленных на поддержку зеленого развития. Наш корреспондент расскажет об инициативах, выдвинутых на форуме в этом направлении. В прошлом году первый форум с участием глав и заместителей городов Северо-Восточной Азии проходил по теме «Стабильное и доступное развитие города». Нынешний форум стал продолжением подведения итогов, вынесенных с прошлого форума. Мэры городов продолжили обсуждение и консультирование по вопросу развития зеленого города, который и стал темой второго форума. Участники обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе обсудили актуальные темы в этом направлении и отметили, что для решения этого вопроса очень важно участие самих граждан. «Мы по сравнению с прошлым периодом смогли избавиться от огромного количества мусора. Если два года тому назад на улицах работали 300 дворников, то сегодня их работает вдвое больше. Также мы смогли решить вопрос по их зарплате». Наряду с ускоренным развитием городов, индустриализацией и наращиванием и увеличением объемов продукции на таком же уровне наносятся вред природе и окружающей среде. Глобализация вопроса зеленого развития позволяет изучить и перенять опыт других стран в этом направлении. Город Уламбатор по сравнению с другими городами более молодой город. Поэтому эти города, которые участвуют в форуме сто лет тому назад, сталкивались с этим вопросом и смогли их решить. Нам нужно изучить и перенять их опыт. Азиатские города имеют опыт работы, направленный на поддержку экосистемы и борьбы с загрязнением окружающей среды. Например, город Хайлар в Китае работает над снижением уровня загрязнения воздуха. В Сибири реализуются программы, направленные на посадку леса. В регионах, где высокая влажность, очень трудно проживаются деревья. Поэтому в некоторых регионах Европы это большая удача, если проживается 60%. Он привлекает в первую очередь потому, что Улан-Удэ и Улан-Батар – города повратимы. Общие проблемы. Проблемы загрязнения воздуха, окружающей среды, управления отходами. И, конечно же, мы все друг друга учимся. Поэтому встреча на таком серьезном форуме нам помогает принимать лучший опыт, лучшие практики муниципалитетов. Для реализации работ, входящих в политику стратегий по зеленому развитию, требуется неизбежно применение правильного механизма финансирования. Перед нашей страной, имеющей большие природные энергетические запасы, ставится задача по реализации долгосрочных проектов, направленных на зеленое развитие. По исследованиям, проведенных специалистами, только регион ГОБИ имеет запасы, способные производить электроэнергию на 300 тысяч мегаватт. Но для использования этих запасов требуется немалая финансовая поддержка. Участники форума запланировали обсудить этот вопрос на отраслевом заседании, который запланирован на будущий год. Ценсура НХБЛЭК. Середина земли. Монголия. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 2001 году единогласно приняла резолюцию о том, что ежегодно 21 сентября будет отмечаться Международный День Мира. В рамках этого дня представители религиозных конфессий Монголии организовали совместное мероприятие под лозунгом «Партнерство ради мира. Уважение для каждого». Представители религиозных конфессий Монголии вносят большой вклад в дело распространения миролюбивых взглядов и милосердия. Для того, чтобы распространить эти взгляды среди верующих и общественности, они придерживаются позиции толерантного отношения к друг другу. Поэтому, основываясь на единой позиции и взглядах, представители различных религиозных взглядов организовали совместное мероприятие, приуроченное ко Дню Международного Дня Мира. Так как у нас одно учение Бога, мы вместе боремся за мир. Смысл учения основных религий, которые широко распространены во всем мире, схожи между собой. Но способы распространения разные. Если подвести к единому мнению, то все они содержат единые цели – благополучие всего человечества и мир во всем мире. Сегодня они молятся за те же непоколебимые человеческие ценности. Некоторые неправильно понимают, что ислам, мусульманин – это террористы. Это не так. Постараюсь через них объяснить, что это не так. Мусульмане и ислам – это братья. В мероприятии приняли участие представители мусульманской католической конфессии, хинди-буддизма. Все проповедовали и вознесли молитвы за мир и дружбу и взаимопонимание. Как подчеркнули представители религиозных общин, все возможности, чтобы мечту сделать реальностью, находятся в руках нашей молодежи. Шиджир от Гонбад. Середина земли. Монголия. Это были новости Монголии. Благодарим за внимание. Передаем слово нашим коллегам из Китая. Здравствуйте, коллеги. В студии Игорь Злотников. В ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. Как изменится климат земли? На этот вопрос пытаются ответить ученые из Китайской академии наук. В Тибете проходит масштабная международная научная экспедиция. Эксперты намерены взять образцы льда на Цинхай-Тибетском Нагорье на высоте более 6 тысяч метров над уровнем моря. О научных исследованиях в экстремальных условиях в репортаже далее. Цинхай-Тибетское Нагорье – самая большая и высокая плата в мире. Здесь, в районах Вечной Мерзлоты, толстый ледяной щит хранит в себе загадки изменения климата. Экспедиционная группа после нескольких дней изнурительного пути достигла места базирования – 6200 метров над уровнем моря. Впереди предстоит последний и самый опасный отрезок. Любая ошибка может стоить жизни. «На склоне две трещины, большая и маленькая. Вы можете их не заметить, будьте осторожнее». 6700 метров над уровнем моря и перед глазами мир ледникового периода. В планах экспедиционной группы – взятие образцов высокогорных ледников, кернов. Свойства льда и кристаллических включений в нём могут быть использованы для воссоздания изменения климата и истории изменения атмосферных условий. «Это самый большой древний ледник на Цинхай-Тибетском Нагоре. Он влияет на формирование климата в Азии, может быть, и во всём мире». В последний раз образцы льда из этого участка брали в 1992 году. Тогда учёным удалось получить ледяной кернь длиной в 309 метров. Это помогло им получить информацию об изменении климата за последние 700 тысяч лет. Цель нынешней экспедиции – обновление данных. «Взятие новых образцов поможет изучить изменения климата за последние 23 года – с 1992 по 2015. Это чрезвычайно важно для того, чтобы дать прогноз насчёт того, как будет меняться климат в дальнейшем». Ледяные керны содержат достаточную информацию о климате. Включения, попавшие в снег, остаются во льду. Среди них может быть занесённые ветром пыль, пепел, пузырьки воздуха и радиоактивные вещества. Разнообразие климатических изменений шире, чем у всех остальных природных инструментов датирования, таких как древесные кольца или донные отложения. Включения позволяют узнать температуру, объём океана, осадки, химические и физические условия в нижних слоях атмосферы, вулканическую активность, солнечную активность, продуктивность поверхности моря, опустынивание и лесные пожары. Ледяные керны из различных мест могут быть использованы для воссоздания непрерывной и детальной картины климатических изменений на протяжении сотен тысяч лет, предоставляя информацию по широкому набору аспектов климата в каждый момент времени. Возможность сопоставить информацию из разных кернов по времени делает ледяные керны могучим инструментом для палеоклиматических исследований. Китайский долянь зарабатывает международный авторитет на модных подиумах. Накануне здесь состоялся фэшн-показ коллекции «Весна-лето-2016» от местных брендов. Участие в шоу приняли известные европейские производители одежды. О новинках и тенденциях от кутюрия Азии и Европы расскажем прямо сейчас. Легкие, струящиеся, как вода желтого моря, силуэты. Девушкам, живущим на побережье, так к лицу платье с изображениями песчаных дюн или с символичным цветком пиона. Таковы основные тенденции новой коллекции доляньского бренда «Archaic Purple», который предлагает модницам обновить гардероб на весенний-летний сезон 2016. Свободные и обтягивающие, но неизменно целомудренные. Рисунки в традиционной китайской стилистике вполне современны. Это не вышивка, а высокотехнологичная печать. «Этот дизайн уже завоевал множество похвал от коллег и критиков. Наша одежда символизирует триумфальное возвращение китайских национальных мотивов, восточной моды на мировую арену». «Все изображения как бы сделаны чернилами или кистью. Такие платья женщины вполне могут носить на улицах наших городов. На них изображения, от которых веет философия дзен. Они несут мировую гармонию, которую так благоволят китайцы». В показе приняли участие еще два местных производителя модной одежды. Фирма «Каймен», которая ориентирована на детей, и создатели мужской моды «Йоусоку». Бренд ориентирован на молодых китайцев, желающих завоевать репутацию модников среди коллег по офису. Международный масштаб событий придало участие всемирно известных брендов одежды из Италии «Салли Нью-Йорк» и «Колб». Марки, рассчитанные на женщин с современным вкусом, привыкшим к нарядам, сочетающим роскошь и комфорт. Люси, Си-Си-Ти-Ви У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 20 лет Титану, 20% скидка. Ищите специальные ценники. Новинка! Охлажденная рыба на льду в Мега Титане. Почистим и разделаем бесплатно. Новинка! Новина Титане. Почистим и разделаем бесплатно. Новинка! Новинка!